МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ирина. Иван Владимирович Демидов, директор Тверского госфильмфонда. Иван Владимирович, приветствую вас. И Елена Геннадьевна Марина, директор Тверского областного дома народного творчества. Ирина Геннадьевна, здравствуйте. Уважаемые друзья, повод у нас сегодня не криминальный, повод хороший, о чём можно поговорить и что, я думаю, внушает веру в завтрашний день, наверное. 30 декабря 2021 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении в Российской Федерации года культурного наследия народов России. Пишут о том, что этот указ нельзя трудно переоценить, потому что ещё никогда в России ни один год не был посвящён именно культурному наследию, где прибавлялось слово народы. Это очень важно, потому что мы можем вариться, что называется, в собственной тарелке, в собственной кастрюле, пестовать что-то своё, но здесь границы расширяются, насколько я понимаю. Насколько этот указ Владимира Владимировича Путина актуален для нашего региона? Наверное, да, Ильяна Геннадьевна с вас началась? Да, вы знаете, но вообще, честно сказать, что мы давно ждали этого указа, он был инициирован в проведении года народного творчества, или как потом он преобразовался, год культуры. Год культуры у нас уже был. А вот культурного наследия народов России для нас это, конечно, большой подарок. Большой подарок и возможность широко заявить о народном искусстве территории. И здесь же у нас на территории Тверской области проживают не только славянские, не только русские проживают. Здесь у нас и карелы, здесь у нас есть и диаспоры наши. Диаспор много, да, очень много. И корейская культура периодически проводится, да, и фестивали, и конкурсы из кухни местные знакомят. Да, но и потом год культурного наследия, это такое, в общем, достаточно широкое, всеобъемлющее понятие. Здесь у нас и религиозные культуры, и моральные этнические нормы нашей традиции, нашей культуры. Поэтому для нас проведение такого года, это очень значимо. Мы готовились к этому, мы ждали, к сожалению, и в последние дни 21-го года получили такой подарок. И, конечно, наш план работы на этот год, как, в принципе, и план работы Тверского областного дома на все годы, он, я вам честно признаюсь, что у нас был план А и план Б. План Б, если все-таки будет объявлен, и план А, если не будет. Мы все равно проведем. Да, мы все равно проведем. У вас, наверное, как в дни Олимпиады расписан каждый день, да? Вот так вот мы смотрим, там по часам, можно сказать, чтобы все вместить. Да, да, да. А желаний очень много, и очень много интересных задумок, и очень много интересных мероприятий. Например, одно из мероприятий, я горжусь им, что оно вошло в план Министерства культуры Российской Федерации, и у нас будет проходить финал Всероссийского конкурса «Многоликая Россия». Этот конкурс проводит Государственный Российский дом народного творчества, он проводит его два года по всей России. И у нас в Тверской губернии финал? Будет финал. В октябре месяце будет финал 20 лучших коллективов народной инструментальной музыки. Якутской, Бурятской. Как здорово. Да. А площадка какая, где? Это будет несколько дней, планируется драматический театр, планируются концерты. А то есть первые площадки наши, да? Да, 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 конечно, конечно. И самое главное, что истремление всех участников посетить город Бежецк. Родина Васильевича Андреева, именно Васильевич Андреев вывел народную инструментальную музыку на концертную сцену. Для нас это очень значимо, важно и очень яркое большое мероприятие. А вот буквально 12-13 февраля, в ближайшие дни, мы проводим областной, свой областной фестиваль народной инструментальной музыки Андреевские дни. Тоже у нас будут гости из Смоленска. Но он же традиционный. Он традиционный, да. А вот многоликая Россия объединит всю Россию культурное, народно-инструментальное культурное наследие. Это как здорово. Даже вот услышать те же самые мои любимые народы Севера. Да. Какая красота, да. Это же вообще. Да. Вот вы, кстати, сказали, Елена Геннадьевна, о том, что много у нас и национальности, и народности представлено. Но ведь это же надо изучать, да. Вот, Оксана Владимировна, это же теоретическая еще работа, это чтение. Обязательно. Это методическая. Это называется методическая работа. Это методическая работа. Да, работа огромная. Поэтому, конечно, вы знаете, мы как будто предчувствовали, вот предварительно мы с вами уже разговариваем. План А, план Б. Нет, мы как будто предчувствовали, что такой год будет, и поэтому эту работу начали уже в 2021 году. И не случайно в нашем плане была такая вот замечательная выставка национального костюма «Мастерство без границ», в которой как раз приняли участие национальной автономии и диаспоры, которые проживают на территории Тверской области. Но кроме этого, в рамках этой выставки проходил еще и круглый стол с участием творческих людей, представляющих разные национальности. И официальные лица, общественная палата Российской Федерации была у нас представителем. Ну, то есть, поддерживается это на таком властном уровне, скажем так, да, это отбестуется такая идея, да, это замечательно. Кстати, вот насчет диаспор, у них как бы свой, наверное, график работы, да, они периодически собираются, на диаспор много, но здесь они идут навстречу. Мы сотрудничаем. Вашим планом А и планом Б. Да, и планом А и планом Б. Конечно, мы не сами напрямую с ними сотрудничаем. У нас есть в Тверской области областная общественная организация «Содружество национальных объединений». Вот именно через нее мы как раз сотрудничаем со всеми национальными представительствами. И в этом году тоже запланировали несколько проектов именно с участием этой организации. Вообще, надо сказать, что когда мы планировали этот год, мы шли от результатов. То есть, мы думали, какого результата мы в конечном итоге хотим получить. Мы хотим в этом году, и нам, как бы, руководство перед нами поставило в первую очередь такую задачу, мы хотим привлечь молодежь. Это важно. И активизировать работу именно с молодежью. Мы хотим акцентировать внимание, заострить внимание именно на сохранении культуры народов России. Ну, если они молодые, то кому, да? Мы хотим расширить круг партнеров нашего учреждения. И, конечно, мы хотим еще сохранить и закрепить, и расширить наше межрегиональное сотрудничество. В этом тоже есть определенные у нас задумки. Вы знаете, каждый год, когда мы планируем работать на каждый год, мы, как правило, ну вот я стараюсь определить каждый год тематическим. Прошлый год у нас был посвящен 85-летию Тверского областного дома народного творчества. И мы переформатировали ряд направлений по хореографии или еще каким-то другим направлениям. А в этом году, вот как сказала уже Оксана Владимировна, я поставила задачу, и мы все вместе идем к этому сейчас уже планово, мы активизируем работу с молодежной аудиторией. Но молодежи меньше, вот на ваш взгляд, профессионалов стало приобщаться вот к такого вида культуры деятельности. К народному творчеству. Да, потому что, ну да, народное творчество. Мы знаем, мы за этим кругом столом очень много говорили о том, что молодежь больше уходит в виртуальные. В IT-технологии, да. Да, да. И им уже как бы нельзя, что там, что там нового нам могут сказать, многие рассуждают. Я не знаю, как сейчас активно посещают библиотеки, читают ли, вот что вы можете сказать, чем обнадежить. А вот подождите, нам сейчас показывают, что сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, а как раз не переключайтесь, уважаемые друзья, вот этот разговор у нас впереди. Не переключайтесь. Уважаемые друзья, еще здравствуйте. Сегодня говорим о том, что нынешний 2022 год у нас объявлен годом культурного наследия народов России. И перед перерывом рекламы говорили, как же, как же удается, удается ли приобщить к нашей богатой культуре, именно к нашему наследию детей. Да, Иван Владимирович, вы сотрудничаете с Домом народного творчества уже много лет? Да, безусловно. В чем, в чем, как же без этого? На ваш взгляд, насколько молодежь сейчас, что называется, приобщается к этому? И насколько она все-таки уходит от привыставших уже, увы, привычными гаджетов всевозможных? Дело в том, что гаджетов-то она не будет уходить, она все равно будет в них продолжать еще глубже погружаться. Но другое дело, что мы имеем в руках возможности, инструмент такой, чтобы эти гаджеты могли быть не разрушающими на психологию и нравственности, а наоборот, воссоздавать как раз все наши культурные наследия, как раз наши стереотипы мышления и наш культурный код. Вот потому что без культуры человек превращается в дикаря. То есть это просто-напросто инстинктивное поведение, не более того. Но заложить в нем культуру, то, что было наследовано, а культура, особенно народная, она велика. Чем? Потому что это веками откладывалось, и самое ценное народ отбирал. Всякую гадость они с собой вот мы не брали. И оставалось только лучше. И поэтому год культурного наследия в этом плане велик, чем мы сейчас можем перелистать вот эти все странички, посмотреть, что сделано за это время, и посмотреть, на какие вывести уровни. Потому что вот два практически уже поколения нашей молодежи, в принципе, уже живут вне тех формациях, в которых мы в свое время закалялись. Ну, будем говорить так, как закалялась стали. Ну, мы росли, нас к этому приучали, нас на это воспитывали, уважаемые друзья. Совершенно точно. Да, добро должно быть добром, совершенно точно человек быть творцом должен. Но поскольку сейчас должен быть потребительство, главное, да, наконец-то мне очень радостно, что в этом моменте прозвучало, и я думаю, что путинские как раз вот это постановление о том, чтобы указ было культурным наследием этот год признать, что, наверное, все-таки мы оттолкнемся от потребительства, уйдем в сторону творчества. Это самое главное в человеке. Если ему дать возможность иметь знания какие-то, но использовать их не просто так, как попугай повторять, а чтобы человек сам мыслил, чтобы он возможность мог выразить то, что он хотел, и чтобы это, то, что он выражает и делает, приносило добро не только ему, а и окружающему какое-то благо создавать. И, ну, поскольку культурное наследие, оно не имеет поэкропаркетически мало, так сказать, материального. Да, его руками не подробно. Вот это виртуальная такая вещь. И вот в этом плане нам как раз, почему, как человек, который занимается профессиональное кино, то это как раз близко очень нам. И здесь, поскольку человек, нынешняя молодежь особенно, вот она уже перешла, как мы все уже говорим, на гаджеты, забралась полностью, соответственно, в интернет. И теперь их как раз вот этим путем можно туда вывести и рассказать, какая у нас прекрасная, замечательная земля. То есть сама земля наша отечественная, это культура. То есть есть культурный, просто-напросто природный нечто, богатство, да, культурный код. Вот Селигер, это жемчужина, Россию все понимают прекрасно. Да-да-да, нашу область многие знают по Селигеру. По Селигеру совершенно точно. Если взять, допустим, тот же город Кашин, там мы понимаем прекрасно Анна Кашинская, это ее наследие, так сказать, и храм, который стоит, а начиная здесь, с Твери, я просто скакнул такими галцами, пошел. Но тем не менее, Михаил Тверской, это же основа нашего культурного наследия, это базис, на котором создавалась культура практически, и с нее начиналась, в общем-то, Русь, становилась практически вот отсюда. Государство, имею в виду российское, Афанасий Никитин. И вот каждый из этих людей, вот, я не перечитаю, там, ну, просто-напросто мне коллеги скажут, если я начну рассказывать, даже Пушкинское кольцо, и то оно в нашей Тверской области имеет... Свою бытность, я помню, вот я росла на этом, потому что каждый июнь мы собирались, великие поэты, писатели приезжали в нашу тогда еще Калининскую область, да, это были такие замечательные праздники, ведь это сколько людей посещало... Они сохраняются, они сейчас возродились, и в хорошей форме. Иван Владимирович, я о том, что вот нельзя материально повторить, но чтобы это из поколения в поколение дальше передавать, чтобы детям было интересно и подросткам, они делают сами, вот, допустим, они кино делают сами, они сами поют, танцуют. То есть кружковая работа вот такая, которая и через себя, через свое творчество они-то придают другим, приобщать детей, да, еще это ваша, скажем так, обязанность, занятие детей в течение рабочей недели, да, чтобы они выдали продукт, не только посмотреть на какой-нибудь шедевр, да, не только посмотреть, как танцуют, допустим, как по песне нашего Великого Лемешева, как хореография продолжает жить Татьяна Устинова. Да, да, да. Ну и самим танцевать, да, и самим петь. Вот здесь еще, значит, Ирин, я бы добавил какую вещь. То, что сказано, год культурного наследия, может быть, он бы изменил немножко матрицу материального обеспечения вот этих вещей. Потому что раньше, чтобы не говорили там про Советский Союз, я сторонник его полностью до сих пор, разделяю взгляды социализма. Но там можно было детей в любой кружок и привлекать бесплатно. А сейчас это достаточно сложная нагрузка. И, мама, я жму вашу руку, я то же самое, я помню, как разные возможности. Когда человек имеет минималку, и он еще должен своих детей отдавать, он просто не может, не в состоянии бывает. И это государство должно понимать прежде всего. Если мы хотим вырастить людей, на которых в плечах будут нести государство и продвигать его вперед, то есть развивать и культуру в том числе, и потенциал промышленный и так далее, то есть мощь его, это должны быть люди преданные и воспитанные. Но их надо каким-то образом туда внедрить. То-то и дело. Вот вы знаете, уважаемые друзья, вот мы говорим, это великая вещь, то, что сейчас происходит, если это будет развиваться. Но многие нас слушают наверняка и говорят, да какая культура? Чтобы на хлеб бы хватило. Вот понимаете, вот сейчас главная задача, есть такие люди, я в этом уверена, и немало таких людей, сейчас главное заработать, а все остальное потом. Вот что мы говорили, общество потребления. Заработать и не протянуть ноги, к сожалению. А нужно купить, надо одеть, нужно накормить и куда-то еще съездить там в свой отпуск. А на то, чтобы воспитать своего ребенка и отдать его либо в спортивную секцию, либо приучить к пению и к музыке, на это нужно деньги платить. Вы знаете, я работаю с областью, то есть Тверской областной дом народного творчества, мы работаем с областными учреждениями, культурно-досуговыми учреждениями, которые находятся у нас в области. И я вижу, вот уже я не первый год работаю, и мои коллеги, мы все видим, насколько высоко стало оснащение культурно-досуговых учреждений, какой уровень аппаратуры, как поддерживается на местном уровне культура в каждом районе, в каждом муниципальном образовании. И мы придумали такой фестиваль, он называется «Здравствуй, провинция». Это вообще фестиваль, конкурс сельских творческих коллективов. То есть приезжают туда коллективы из сел, творческие коллективы. И когда первые прошли у нас фестивали, это было удивление, и очень было много пожеланий. Это не просто фестиваль, это серьезный конкурс, где мы разбираем, это методическая наша работа, направляем. И вот уже последние годы мы видим, насколько вырос уровень исполнительства этих коллективов, какие замечательные люди у нас работают в домах культуры на территории у нас, и как они работают с молодежью. Посмотрите, как работает ярко, интересно РЖФ, какие проходят интересные молодежные акции. Мы со своей стороны в прошлом году решили окунуться и понять, что же, как вы говорили, тем интересно той молодежи, которая сидит у нас в гаджетах. Чем зацепить? Мы провели форсайт-сессию. Для них мы проводим и выбрали различные формы, и квесты, и квизиумы какие-то. И пригласили, создали таких три группы. Одна группа – это практики, то есть это мы, отработавшие уже не один год. Но молодежь. Но молодежь, да, именно молодежь. Вторая группа – это были студенты колледжа культуры, теоретики. А третью группу мы пригласили из колледжа Коняева ребят, ребята-этишников, вот просто, для которых понятие народное творчество, непонимание. Это прошлый век вообще какой-то. Да, и вот такую сессию провели, форсайт-сессию, стали определять их интересы. Мы им буквально рассказали, это было такое у нас начало нашей деятельности в этом направлении. Стали с ними общаться и стали показывать, что же такое народное творчество. Оксана Владимировна была одна из соучастников этого процесса. Вас пустили, да? Нет, я организовала. Она организовала. И не имели права, не пустили. И вы знаете, мы получили такой результат интересный, и это значительно, и мы увидели, что им интересно, и как им интересны наши традиционные корни. Они хотят знать, они хотят знать. Хотят знать? Очень хотят. Очень хотят знать, да. Ну, как и сказал вот как раз Иван Владимирович, именно используя их технологии, их интересы, они погружаются через это, через вот эти самые даджеты. Они даже нам подсказали, а что лучше и как лучше использовать для того, чтобы интерес молодежи не угасал к народному творчеству. Так что мы себе взяли это на вооружение, на будущее. Мы используем активно, да, используем активно. Изи тревел, все QR-коды, чтобы, приходя к нам, они могли пользоваться своими гаджетами. Они ту информацию, одно дело, когда ты получаешь вкусно, когда с тобой работает кто-то из специалистов, да, а другое дело, вот им привычнее взять свой гаджет, наверное, и нам уже привычнее тоже, потому что мы этим сейчас тоже активно пользуемся. Наводишь на QR-код, ты получаешь всю информацию здесь вот у себя. Ну и остальные, остальные все направления современные. То есть вот такие формы, они помогают нам найти путь к их сердцам, к их душам. А вы знаете, как радостно, вот сейчас мы говорили о Татьяне Алексеевне Истиновой. Подождите, я, знаете, давайте, Татьяне Алексеевне, чуточку попозже, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, что, о чем у нас спросит телезритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Михаил, на самом деле не телезритель, а один слушатель. Алло, Михаил? Да-да-да. Да-да, мы вас слушаем. Смотрите, у меня небольшая ремарка по поводу платности якобы всех в школах. На самом деле это далеко не так. Ну, пожалуйста, если человек, у него есть плодность к музыке, да, у ребенка, он совершенно спокойно, любой, не очень, не себе, может пойти в детскую школу искусств, где он будет получить компенсации по процентам плата. Вот, то есть, а совершенно бесплатно может ребенка вытащить полотару. Так, а как это? Да, та же самая и ситуация по кружкам. Ну, и большая ремида по поводу современной молодежи. Вы знаете, мне кажется, он знает больше у вас. Ну, при всем уважении. Вы, собственно, поняли Михаил? Ну да, потому что вот буквально недавно обсуждали подростки, там, 12-13 лет. То есть, они, например, отлично знают, что та штаб Маланкашин, как Владико, на них ехал в свое время, а потом и снова делали все это. И что вот, конечно же, Михаил Ярославович Русской, то есть, он жутко дарил коржок, поглядывал на поспекту Бориса Глебских. Но об этом просто как бы мало что говорят, а люди молодые, умные, они знают об этом. Михаил, спасибо, спасибо за звонок. Но вы суть поняли, да, звонок, потому что, к сожалению, со связью что-то у нас? Нет, Михаил совершенно прав, что у нас есть спектр услуг, которые мы получаем. Дети могут получать бесплатно, абсолютно это прав. Просто, как я поняла, Иван Владимирович коснулся каких-то вот таких моментов платных, да? Михаил абсолютно прав. И тут мы не говорим о том, что у нас нет бесплатных, так что наша культура и получение каких-то культурных благ, и воспитание детей, оно все платное. Потом у нас на уровне губернатора есть совершенно потрясающее решение нашего губернатора Юрия Михайловича. Стипендиатов губернатора, когда детям, которые хорошо учатся, которые показывают высокие результаты, дается стипендия. Стипендия эта в разы увеличена. Это, я вам хочу сказать, не в каждом регионе есть. А что касается молодежной аудитории и наших молодых, вот таких, как Михаил, и я так понимаю, что и возле него, рядом с ним есть его соратники, таких очень много, очень много и объединений. И сейчас замечательно, что поддерживаются некоммерческие общественные объединения, которые активно продвигают все достижения и продвигают наше культурное наследие для того, чтобы наша молодежь как можно больше узнавала и как больше знала. Вот очень хотелось бы с Михаилом пообщаться, если у него будет возможность, если он дальше смотрит, и он придет к нам в Тверской областной дом народного творчества, мы обсудим дальнейшие пути. Это было бы просто. Вы приглашаете новых, да, новые идеи вам нужны, наверное, как и символы. Уважаемые друзья, у нас еще есть один телефонный звонок, говорите вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Александр Анатольевич. Да, Александр Анатольевич. Вы знаете... Алло. Да, да, слушаем вас. Нам все равно придется, хотим мы этого или не хотим, возвращаться к нашим национальным корням, и все равно нашим народам придется объединяться, понимаете. Создавать союз независимых государств в любом случае у нас другого пути нет, чтобы выжить в сегодняшнем мире. Это же бред полнейший, что Украина, с которой мы плечом-плечом наши отцы воевали, вдруг сегодня вступает в НАТО. Это безобразие полнейшее. Поэтому только к своим корням национальным, вспоминая об этом, воспитывая на этих традициях наших детей, только через это мы сможем выжить. Да, да, спасибо, Александр Анатольевич. Да, тем более, что политика политикой, а культура-то тоже многое, что может, да, объединить, когда есть общие корни, когда есть общие какие-то страницы истории. Ну вот мы говорим, здесь мы говорим о народной дипломатии, когда мы все равно общаемся, когда к нам приезжают исполнители-баянисты из Одессы, они приезжают с Украины, мы с ними общаемся нормально. И вот, знаете, я сейчас сижу и думаю, как здорово, как эта тема «Год культурного наследия народов России» затронула и зрителей, и слушателей наших, как это важно, оказывается, для каждого из нас. Это действительно так. Вот, кстати, вы сказали, баянисты, на народную музыку ходят народ, ходят молодежь, слушают. Да, конечно. Знаете, народ, по-моему, устал уже просто от рэпов и прочих дел. Когда очень бессмысленные тексты на очень примитивную музыку что-то вытворяют, ну, в принципе, по большому счёту, это деструктуризирует просто-напросто. Задача какая? Задача. Развалить. Информационную войну никто не осмемел. Да, как можно больше. Поддерживать. И в том числе, вот как раз сейчас был вопрос задан, нас с Украиной поссорить и так далее. Не может быть славянский народ, тем более родственные. Половина народа у нас просто родственные связи там есть с Украиной, естественно. И народ сам понимает, что этого не надо делать. Это просто вливает деньги Запад в тех, чтобы враждебные вот эти отношения внести и так далее. А культура нас объединит. Кстати, мы говорим о культурном наследии. Как здесь мешает или в чём-то, может быть, помогает эта несчастная пандемия? Потому что наверняка, если мы говорим о кружках, о занятиях каких-то, что-то пришлось ограничить. Вы знаете, мы проводим свои фестивали, мы проводим методическую работу. Мы нашли новые формы проведения. Очень непросто, очень сложно. Вот сейчас мы проводим Устиновский конкурс. Наш любимый, один из любимейших конкурсов. Это бренд Тверской области. Имя Татьяны Алексеевны Устиновой. Уникальные женщины, которые вывела на концертную сцену народный танец. Первый балетмейстер хора Пятницкого. Именно благодаря ей народный танец сейчас живёт, развивается. А мы храним традиции Татьяны Алексеевны. И чтобы провести конкурсные отборы, конечно, нам приходится делать так, чтобы как можно меньше участники соприкасались. Потому что мы проводим всё оффлайн. Смотрите на расстоянии, да, как люди танцуют? Нет, немножко не так. А то я думала, через тот же гаджет. Мы используем по блокам. То есть приезжает коллектив, он должен танцевать и уехать, чтобы не пересекаться с другими участниками, чтобы обезопасить других участников. Конечно, и когда мы будем организовывать 16-17 апреля заключительные мероприятия у Стиновских, к нам всегда приезжает много гостей. Я знаю, сейчас собралась и Тула, и Орёл приезжать коллективы. Это, безусловно, QR-коды, ПЦР-тесты, маски и проведение... Вот, к сожалению, это в какой-то действительно спопали. Да. Во время пандемии она у нас продолжается. К сожалению, активно используем онлайн-формы. Мы активно используем все онлайн-формы, работаем на всех платформах, в соцсетях. И надо отдать должное наше информационное дело, очень хорошо продвинуться. Вот, кстати, онлайн-форма, музейно-выставочную деятельность каким-то образом, Оксана Владимировна, на онлайн-платформу перевести. Знаете, у нас уже был такой опыт, когда была объявлена пандемия. Мы как раз активно занимались именно такими формами. В принципе, ничего не составляет труда на нашем сайте представлять наши фонды, рассказывать о них. Мы этим и занимались. Мы даже мастер-классы проводили онлайн. Что-то было в виде фотопрезентации, что-то было как раз именно в видеороликах представлено. И все с удовольствием принимали участие. Но особое, кстати, хочу обратить внимание, что в период пандемии наибольшую активность проявили именно семьи с детьми. Видимо, было время у родителей, поэтому они активно принимали участие и в мастер-классах, и в просмотрах этих выставок. И, между прочим, не только выставки были посвящены и видеоролике традиционной народной культуре, но и исторической теме. Вы очень прекрасно знаете, что у нас исторический зал мы сохранили. Да, шикарный выставочный центр. И мы не раз снимали как раз именно в нашем историческом зале сюжеты. Поэтому как раз это направление тоже пользовалось популярностью. У нас есть несколько фильмов о наших героях Великой Отечественной войны, о молодежи, которая защищала наш город. И как раз просмотров было огромное количество. Вот я тоже хочу сказать большое спасибо Музейно-выставочному центру, потому что при подготовке фильма, например, я лично, а то и же Лизы Чайкиной, и о партизанском движении в нашем... Это огромное подспорье. Больше нигде таких материалов-то не найти. Да. Здорово. Иван Владимирович, а как вот с кинофестивалем и пандемией? Я знаю, что проводили, да, среди участников и тематика. Насколько она сейчас отличается от той, которая, возможно, была еще 2-3 года назад? Ну, тематика там, в принципе, у нас просто нарабатываем, периодически идет, по какой схеме отработали. Допустим, есть определенные номинации. Если эта номинация удачно прошла и желает народ продолжить, то делаем. Если она отошла уже, в принципе, то следующую берем, чтобы людей новых захватывать и новые интересы, их молодежные, прежде всего. Но самое главное, в пандемии, каким образом, игровые фильмы снимать значительно труднее, потому что вот этот дистант полтора метра и прочие маски, как может актер в маске играть на сцене, я вот этого не понимаю. В кино тоже с маской играть, наверное, можно. Другое дело, что появляется возможность мультики рисовать. Да, ты на здоровье, пожалуйста. В этом плане немножко сдвижение в сторону мультиков, вместо игровых. Документальные фильмы продолжают развиваться, они будут, естественно, поскольку там не надо большой объем работ и так далее. Это тоже двигается. Но самое главное, что вот сейчас, к чему мы пришли, и, пользуясь случаем, соответственно, что мы уже несколько лет с Дома народного творчества молодцы, мы же на одном из призовых мест, если так можно сказать, пятерки в топ по России в развитии кинолюбительства нашего. Соответственно, у нас очень хорошие, есть подготовленные уже руководители киностудий, особенно детских, молодежных, взрослые, замечательные киностудии, которые являются победителями российских, международных конкурсов. И пионерский лагерь, раньше назывался Орленок, теперь молодежный. Да, вот это теперь молодежный лагерь Орленок. Они работают и с нашего фестиваля отбирают лучших из фильмов, и отбирают к себе туда на обучение. Хотела бы продолжить по поводу тех наших кинофестивалей, которые проводит Тверской областной Дом народного творчества, и как раз молодежи. У нас есть замечательный кинофестиваль, он набирает обороты молодым дорогам. И, вы знаете, набирает обороты в каком плане? В использовании современных гаджетов. Насколько интересно нашим ребятам работать в этом направлении. И как раз пандемия дала развитие анимационному, анимационных фильмов. Ну, так же ремонтировать легче, да? У тебя все под рукой, можно сказать. И есть очень интересный тоже у нас проект у областного Дома народного творчества. Православный кинофестиваль «Колокол света». Неожиданно. Когда первые мы провели, с отделом культуры нашей епархии, первые провели, было не очень много фильмов. И было, наверное, какое-то немножко непонимание того, что мы можем перенести на пленку, что мы можем увидеть. А вот прошедший в 1921 году, который мы... Он, кстати, посвящен Михаилу Тверскому, нашему князю Толу Благоверному. И в 1921 году это было обилие интересных, хороших, качественных фильмов. Когда молодежь свое видение на религиозную культуру. А религиозная культура – это отражение и культуры региона нашего. В этом году 775 лет Тверскому княжеству. И такие интересные, яркие работы, которые мы потом направляем на всероссийские конкурсы. И вот как раз то, что говорил Иван Владимирович, мы очень в хорошем рейтинге по нашему кинолюбительству. Замечательно. Это же еще ребята учатся, они ходят. Безусловно, там ассоциации получают. Делаем анализ фильмов, делаем, соответственно, рассматриваем. В обязательном порядке, разбор. Вот ближайшие 16 числа состоится у нас семинар, где будем, естественно, основой драматургии, основой режиссуры. Спасибо, Иван Владимирович. Он нам помогает в работе с кинолюбителями. Мы всегда приглашаем и Ивана Владимировича, и других специалистов из Санкт-Петербурга, Москвы. Когда они, знаете, на практике живьем берут фильм, разбирают, показывают, что хорошо, что интересно. И поэтому, наверное, мы и получаем такие... Как правильно снимать, как правильно снимать. Как правильно снимать. Целую науку. И мы получаем такие очень хорошие результаты. И поэтому, наверное, вот кто пьян. Можно, пользуясь случаем, перехватить вот эту палочку эстафетную и продолжить, что не только Дом народного творчества в этом плане. Здесь следует еще очень большой поклон в адрес Медновского школы-интерната, который тоже просто любительского фестивальчика, который был между собойчиком, будем говорить, между интернатом Медовской области, вырос сейчас до международного уровня. В нем сейчас участвуют до 250 присылают фильмы люди со всей России и даже международной. То есть уже, в принципе, и Германия, и Польша тут ребята присылали. И там уже тоже приезжают люди в жюри из Москвы, профессора, соответственно, уже руководители каких-то телевизионных или киностудий, которые тоже действительно могут рассказывать. Плюс ко всему там у нас проходит еще научная конференция, которая, в общем-то, пододвигает. И мы пришли к выводу, что теперь уже кино, это тоже ведь как пласт культурного наследия, мы же на основе чего-то снимаем, правильно? Да, да, это отражение нашей жизни. И она должна продвигаться, потому что это память. Без памяти, значит, не зная прошлого, не будет настоящего, тем более будущего. Это абсолютно точно. Там уйдет поколение, а фильм об этом поколении останется. Так вот, значит, на этом уровне мы уже пришли к выводу, и, собственно говоря, это привело меня к Владимиру Абдуалеевичу Васильеву. Да, вот недавно встреча состоялась. С тем, чтобы попробовать внедрить в нашу школу искусства вот именно эту структуру. То есть кинообразование ввести уже туда дополнительным, как музыка, как, соответственно, живопись и кино, поскольку оно вообще просто в себя вбирает все. Это нашло вообще какое-то отражение? Нашло отклик в душе? Отклик, да. Он, безусловно, говорит, что это хорошее дело, вы делаете. Но, естественно, что надо будет закладывать это финансовым каким-то образом и, соответственно, подбирать кадры для перспективы. И каким образом еще хотелось бы, чтобы в школах, в школах тоже простых, не обязательно в наших школах искусства, тоже, соответственно, факультативно начинали двигаться. Тогда ребятишки были бы более подготовлены вот в этом направлении. Это да. Кстати, Оксана Владимировна, я хотела узнать, вот методическая работа устраивает ту или иную выставку, давая какие-то рекомендации. Вы же тоже изучаете? Это не как вот раньше, допустим, 30 лет назад. Вот надо вот так. Это же все меняется тоже, да? Теория, она меняется. И то, что вы хотите донести до ребят, что им делать? Устраивая выставку. Дело в том, что для нас выставка – это как раз база для методической работы. И всегда у нас есть как бы для разных категорий разные программы, разных возрастных категорий. Для детей у нас есть программа «Народное искусство», которая тоже работает только на базе каждой конкретной выставки. И здесь у нас заинтересованность не только у нас в детях, но и как раз у детей заинтересованность в нас, поскольку эта программа, она сконцентрирована и создана на компиляции двух программ школьных – технологии и окружающего мира. Поэтому у нас как раз есть взаимная заинтересованность друг в друге. И дети с удовольствием приходят к нам и ходят в течение четырех лет, обучаются именно на базе этой программы. Что они познают? Они узнают о ремеслах традиционных Тверской области, они узнают о профессиях, которые бытовали в Тверском крае и среди наших предков. Они узнают о современных видах творчества с применением традиции. Для молодежи у нас есть тоже своя программа «Живое дерево ремесел». Это вот к слову о привлечении молодежи. Мы уже несколько лет практикуем сотрудничество с областным художественным колледжем имени Венецианова, а также с колледжем имени Коняю. Но они у нас вообще самые, наверное, верные, надежные друзья, помощники и сарайники. Вот эта программа как раз позволяет молодежи глубже погрузиться в народную культуру, потому что мы используем мультимедийное свое оборудование, современные технологии. И таким образом на базе выставок знакомим также их с ремеслами, с какими-то конкретными работами тех или иных мастеров или художников. Вы прямо вот рассказываете, прямо вот бальзам на сердце, что не забыто, да, какая работа проводится. Потому что для большинства, возможно, эта работа и не видна. Многие не знают просто. Да, люди еще не знают. А у нас времени, к сожалению, мало. Я бы хотела еще о цирке услышать. Я знаю, что у вас еще цирковая программа. Цирковой фестиваль, да? Есть даже такой. Есть цирковой фестиваль. Тверской областной дом народного творчества. Конечно, мы занимаемся всеми видами народного творчества. И надо сказать, что мы тоже в рейтинге по России. И уникальность наша как раз в том, что у нас есть вот такой музейно-выставочный центр в продолжении. Это некоторые поколения постарше знают, как музейные изучения. Да, но я со своей стороны прошу все-таки понимать, что это музейно-выставочный центр Тверского областного дома народного творчества. Это ваша составляющая? Наша составляющая. Отдел. 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 Отдел декоративно-прикладного творчества. Одно из направлений, которое мы тоже выделяемся по России, это цирковое искусство. У нас 8 коллективов любительских циркового искусства. И вот 17-18 мы проводим межрегиональный фестиваль любительского циркового искусства «Праздник нашего детства». Он уже 14-й по счету. Это фестиваль, который задумывался и проводится давно. Он проводится раз в три года. И вы знаете, в этом году мы получили настолько большую географию. И спасибо большое нашему Тверскому государственному цирку и его руководству, который поддержал проведение этого фестиваля. К нам приезжают гости от Магадана до Калининграда. Слушайте, мы прямо в центре всей России. А колледж культуры и искусства? Да, да. У них же целая специальность есть. Они принимают участие в нашем. И к вам, придя в Дом народного творчества, можно обучиться основам циркового искусства? Нет, не у нас. Мы как методические организации. Вы только... А сами... Коллективы находятся в Таршке. У нас в колледже культуры великолепное отделение циркового искусства. А, то есть, вот, не базовестно, а вы объединяете. Мы, да, да, да. И в Таршке, Таропец, великолепные цирковые коллективы в Конаково, знаменитые непоседы и фантазии. Даже в поселке Белый городок Кеморского района есть цирковая студия. И к нам приезжают сейчас из Хабаровска, из Магадана, Орел, Санкт-Петербург, Калининград, Свердловск, Челябинск. Ну, там 17 регионов. Единственное, что пусть не пугается наш Распотребнадзор. Мы все проводим. Сами делегации, они небольшие, поскольку номера... Попросим это учитывать. Да, они небольшие. От 4 до 8 человек. Безусловно, у всех ПЦР, обязательно QR-коды и соблюдение всех средств. Все по закону. Ваши пожелания. Вот сейчас народ слушает нас. Куда все-таки, чтобы, если человек захочет, чем-то заинтересовался, первоначально надо позвонить к вам, в Дом народного творчества обратиться, и вы уже дадите рекомендации, куда дальше следовать. Вы знаете, ну, обратиться прежде всего на сайт нашего учреждения, поскольку выложена там вся информация. Или позвонить нам по телефону 34 25 16. Я очень бы хотела переговорить с Михаилом. Который нам сегодня звонил. Михаил, если нас слушаете. Да, к сожалению, номер его не определился. Потому что мы очень рады и мы всегда приветствуем таких заинтересованных людей, как наша Монофактура, Мир Гуслий, другие общественные организации. Да, 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 говорили мы здесь за этим круглым столом. Замечательные, великолепные люди. И нас таких много очень людей, мы их все знаем. Но и пригласить всех 18-го в цирк в 5 часов на наш галоконцерт. Не забыть про наши троицкие гуляния, которые будут. Ой, может быть, мы их еще и проанонсируем здесь за этим круглым столом. Про это нужно говорить отдельно, потому что запланирована такая интересная программа, как раз все, что связанное с годом культурного наследия. И мы, конечно, открыты и просим такой обратной связи от наших зрителей, слушателей. Это очень хорошо. Программа подходит к концу. Оксана Владимировна, вы верите в то, что все за искусством будущее? Что искусство поведет? Безусловно, без этой веры и жить невозможно. Тем более мы видим отклик у наших детей, заинтересованность у молодежи и у наших мастеров, которые перенимают традиции и продолжают их сохранять. Иван Владимирович, давайте мы поручим честь напутствовать жителей региона на лучшее будущее. Ну, тут однозначно, что в начале, еще что, вот, говорите, куда бы обратиться. Еще я бы попросил, вернее, порекомендовал жителям нашего района обратиться к книгам библиотеки, поскольку культурное наследие, прежде всего, в начале было слово. А сколько у нас было веледающихся писателей, об этом мы пока не говорили. И, собственно говоря, но фильм снимается по их, в основном все равно лежит слово. Поэтому никак от этого отойти нельзя. Надо будет обязательно тоже, соответственно, научиться читать, научить читать детей, чтобы они потом самостоятельно мыслили, и тогда начнут развиваться и понимать, что вот это хорошо, а что такое хорошо, что такое плохо. У Чуковского написано, никаких проблем, это начало. Но, тем не менее, и дальше больше, и до нашего, все, Александра Сергеевича, все это прочитать, естественно, посмотреть. Все классику, по крайней мере, то, что, к сожалению, нынешняя школьная программа в сторону даже не красная, а отодвигает. А надо вот то, что настоящее классическое произведение, их надо читать, знать. Тем более, что библиотеки у нас бесплатные, открытые, свободный доступ. Библиотеки великолепно работают. Но это я предлагаю, это уже отдельная тема нашего разговора. Программа подошла к концу, уважаемые друзья, спасибо вам огромное. Я думаю, что вы будете информировать жителей региона, где, какое мероприятие из ваших пунктов, насыщенных планов будет проходить, для того, чтобы как можно больше жителей региона и гостей нашего Верхнего Рожа побывали у вас. Спасибо. Спасибо огромное, здоровья, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!